Итак, всем привет, с вами Дабгай, мы продолжаем играть за Мальту. Наш орден успешно отбил Египет, и Иерусалим вернул, как говорится, земли в руки истинного ордена нашего, конечно же. Дальше у нас, наверное, будет война с турками, ну и возможно, что-то еще здесь все едем на море. Косов у нас на самом деле не так много, достаточно скоро они закончатся, но мы, я думаю, обязательно всех их сделаем. Ну а вы, если вдруг еще не подписаны, подписывайтесь, мы же продолжаем. Введем наши войска к Турции, потому что следующий КБ у нас как раз-таки, по-моему, против них, Strike the Turks, я думаю, достаточно понятно, с кем мы будем воевать дальше. Но мы к этому более чем готовы, у нас армия уже такая солидная, мы еще больше достраиваем, у турков же наоборот армия после вот этой войны с Каирским пактом очень-очень грустная. А мы пока что здесь должны посвобождать всякие территории, я думаю, в принципе, большая часть, наверное, мы оставим, у нас там должны быть. А, и господи, у нас пока что еще война вот здесь вот имеется. Внезапно, да, обнаружили мы. Нужно заняться в первую очередь ей. Начинаем тут какие-то дивизии даже окружать, я вижу. Вообще, могли бы вот так вот мы еще сделать, я думаю. Так, мы сейчас и сделаем. И потихоньку-потихоньку сейчас выбьем неверных обратно в пустыне. И да, смотрите-ка, мы объявляем войну. Да, господи, Киринайке. А Киринайке, Хайли, Иерусалиму, Турция. Тут еще пошли забавные звуки. Окей, а не самая для нас интересная ситуация, но я думаю, мы переживем. Нужно просто будет сейчас туда отправить больше дивизий, но пока что их дотренируем. Турков очень мало дивизий, я не сильно их боюсь. Надо побыстрее сначала вот этот фронт, я думаю, закрыть. Потому что здесь у нас, видите, да, дивизии вражеские окружаются, но я думаю, достаточно оперативно мы здесь со всем справимся. И я заметил, что Турки нас хотят вот сюда порейдить. Удачи им с этим. Сейчас наши эсминцы будут работать над уничтожением их подлодок. Ой, возвращение священных реликвий. Да, конечно же, мы должны их найти, несмотря на стоимость. И здесь не додамажился, потому что турки вывели свой флот. Но теперь я и свой флот поставил на помогать в битвах. Топлива у нас, конечно, нету. Но, впрочем, мы его достаточно скоро здесь получим. Вот мы нашли их эсминцы. Сейчас разобьем и потом будем работать дальше. У меня вот этот флот на Тскане. Он находит корабли. К нему двигается сразу флот поддержки и выбивает уже сам флот вражеский. И да, флот турков мы, по-моему, разбиваем прекрасным образом. Ну и, наверное, уже пора здесь сделать хотя бы какие-то войска. Поэтому вот так вот мы их поделим. Эти продолжат движение на юг. Нам нужно все-таки здесь, во-первых, взять Медину, кстати, радиоснабжения. Но дальше, да, будем продвигаться. А турки, я вижу, очень опасные мувы делают тут. У них дивизии нету. А они вот так вот рашат. Но мы сейчас их возьмем и, так сказать, через Туза окружим. Итак, прекрасный Тузовой маневр обеспечивает нам победу над турками под Дамаском. Прекрасно. Тут еще дивизия отдельно окружена была. Но, в общем, мы, конечно, в среднем продолжаем вот эти вот потихоньку добивать. И здесь ситуация, я бы скажу вам, не супер безопасная. У нас сил не хватает и там, и там воевать. Как бы мы все еще, на самом деле, очень маленькая страна. Напоминаю, мы все еще стоим из одного острова. Так что, да, немножко-немножко напряжно. Но справляемся потихоньку. Еще я немножко больше подумал про количество дивизий в Турции. И есть такое легкое ощущение, что это, может, примерно все они и есть. Поэтому можно взять и попробовать опушить их просто по бедной точке. И, возможно, сделать какую-то высадку, скажем, вот сюда. Звучит, кстати, как будто это такой план, который может вполне себе сработать. Нужно смотреть, что здесь контролирует пролив. Ага, вот эти провинции. То есть мы делаем высадку, соответственно, вот сюда, я думаю. Ну, выглядит нормально. А вот и происходит уничтожение вот этих войск непосредственно. И да, слушайте, судя по всему, здесь действительно больше ничего и нету. Поэтому мы можем реально попробовать просто зарашить здесь все. Слушайте, звучит приятно. Начинаем выступать здесь. Возвращаем вот так вот в флот. Потому что у нас, видите, у нас дивизии рейдят в чертовой подлодке. И почему-то наши корабли периодически отказываются вступать в битвы и искать их. Поэтому мы реально потеряли много на рейдах вот этих вот вот. Почему они не здесь? Хороший вопрос. Мы, конечно, давайте просто все упростим и сделаем сейчас отдельный флот, который будет именно сопровождать наши конвои. И это все упростит, и это все сделает нормально. Но я хотел их просто именно найти. На что я, видите, как бы способен. Да, вот они находятся и уничтожаются. В общем, ситуация неприятная, но мы с ней справились уже. А еще да, как я и думал, здесь нет ни одной дивизии. В следствии чего я могу просто пойти и зарашивать все города. И, наверное, я взять и просто капнуть Турцию всю. Это нам очень сильно упростит сейчас все вещи. Потому что, ну да, нам сейчас не сладко приходится. Как видите, наши войска все очень измучены. Потому что не хватает у нас винтовок. У нас просто не хватает производства. И да, наш план успешно выполнен. Мы еще, кстати говоря, получили неплохое количество лута с них, винтовочек. И теперь вся эта армия может отправляться вот сюда. Причем я бы, наверное, часть дивизии вообще удалил бы. Потому что, ну, как видите, вот такие вот дивизии, они реально не боеспособны особо. У нас здесь оверлимит по дивизиям. Поэтому можно взять именно такие необычные. И реально просто поудалять. И что у нас тут еще необычное? Хороший вопрос на самом деле. Ладно. Тогда просто кому-то здесь не повезло. Вот этому парню. И все идут на юг. И мы вот тут закончим эти войны. Кстати говоря, по Турции у нас нету десижнона на то, чтобы делать что-то с Турцией, не делать. Ну, как бы ладно. Но чтобы сделать следующий фокус... А тут мы получим, кстати говоря, кучу национальных территорий. И еще баф на начало интеграции. Ну, дебаф фактически. Но, как бы понятно, что мы начнем интегрировать. Это нам полезно. Сейчас восстановимся. Планирование наберем. Я думаю, пойдем дальше в атаку. И мы нашли священные реликвии. Ура! 50 политики, 50 командных очков. Не сильно нам нужно ни то, ни другое. Но приятно. И начинаем наступление. Наши силы вполне себе уже готовы к этому. Более того, Турция стала колонией. Это значит, что мы получаем всю их промышленность, но не получаем мэн-пауэр. И да, эти военные заводы нам действительно очень полезны и приятны. Можем даже немножко позволить себе, наверное, ракетки построить побольше. И, возможно, вот это вот чудо, которое я хотел тоже построить. Может, мы можем теперь построить и его. Как-то вот так, наверное, распределим. А вот и наша первая победа. Прекрасно. Остается лишь добить Йемен. И мы, наконец-таки, достигнем мира. Но долго или нет, не знаю. Мы это достаточно скоро узнаем, я бы сказал. Потому что, может, у нас еще будут дальше фокусы, а может их и не быть. Но я, на всякий случай, конечно же, исследую уже самолеты. Потому что нам с развитием нашей промышленной мощи надо диверсифицировать немножко наши войска. Нужно добавлять к ним авиацию. Танки, наверное, слишком дорого для нас. Но вот самолеты хотя бы, наверное. Тем временем, в Европе Германия смогла выбить Францию, высадилась в Британию. И сейчас разбирается с Россией. Германия получилась в этой партии очень сильной. А почему? Потому что она, видимо, демократическая. Демократические страны обычно в этом моде имеют очень сильные бафы. Ну и, может, так просто плюс-минус еще и повезло. По-разному бывает. Да, в целом, я, наверное, ну очень редко вижу победы интернационала, если честно. А тут еще и смотрите. Тут еще и тут победили не они. И тут итальянцы вступили в Респакт. И здесь особо никто не повыходил. Вот вам и получилось, что Германия побеждает. Ну так, мы вернулись домой, делаем фокус. И Германия замирилась с интернационалом. Сейчас будет, видимо, уделять марионетки. А может еще и вернет территория. Хотя, судя по этим марионеткам, ни хрена Германия не вернет никому. Тут, судя по-разному, смотрите, что происходит. Можно поздравить Романа. Роман-то успешно весь Китай завоевал за Монголию. Я даже за это и с ним буду торговать. И давать ему немножко фабрик, получается. Почему бы и нет? Ну а наше производство тоже. Только растет. В это время также готовим войска к Ираку подводим. Можно нам... Сколько у нас еще время? А, у нас это всегда доступно. Прекрасно. Нам нужно Иракс получить. Очевидно, это только крестовый поход. Так велит нам Бог. И заявление любых иракцев о том, что мы делаем это только потому, что у них есть небось, очевидно, неверное. Итак, возвращение крестовых королей. Либо Священная Империя для Лотремера. Не знаю, кто это, но допустим. Это, видимо, Империя наша, может быть. Угу, Первая Империя. С большей стоимостью интеграции. А здесь Королевство Иерусалима, я так понимаю, да? Ха-ха. Секьюрити и стабилити. First Empire. Звучит как речь о Палпатите, как говорится. Да, Safe and Secure Society. Которая будет длиться 10 тысяч лет. Ну, тут, в общем-то, все, что только можно сюда, так сказать, подтянули неплохо. Ну, и что, я думаю, мы, очевидно, создаем Империю для, как говорится, Society. Это многое говорит об Society. И нам здесь уже не нужно быть в мире, верно? По-моему, да. Единственное, у нас здесь будет терматификатор на интеграцию. Но что поделать? Третье говоря, мы получили, да, эти земли национальными. Прекрасно. Да, у нас появился Монпарп, скобочек Монпарп, у нас всегда на все хватало. И отправляемся за Божьим, так сказать, Пагадатом, за Божьей нефтью. Ну да, вы поняли. И третий Вельдкрик. Это с кем? Это Канаде, и не понравилось, что у них забрали Британию. Ну да. О, судьба турков. Турецкий мандат? Либо у них будет ограниченная свобода? А, и смотрите, мы могли бы дать им нашим союзникам, эллинским, в общем-то, Греция. Но Греция не наш союзник. Так что мы не можем им отдать. Так бы, наверное, это было бы, наверное, нормально. Ну и что, давайте, наверное, создадим турецкий мандат, чтобы они потихоньку переходили в католическую веру, очевидно. Немножко странный получился мандат, но допустим. А вот терракопнул, мы забрали с них еще пихотку и всякого снаряжения. В основном, я думаю, эта кампания нам в плюс пойдет. Сколько у нас вообще пихоток? У нас 36 тысяч пихотки. Я думаю, наши дивизии могут стать нормальными. Вновь, как говорится, делаем их 21 ширина фронта. Как будто мы нормальная по размеру страна. И, наверное, добавим им ракетную артиллерию. Нам, конечно, придется намного-намного больше всего произвести. И пихотки, и этой ракетной артиллерии. Но я думаю, это того стоит. Нам, как бы, это, честно говоря, нужно. Нам нужно реформировать армию и делать ее, конечно же, сильной и хорошей. Ну да, как-то так. И сейчас начнем еще заодно делать авиацию. Благо, технологии почти подъехали. Ну и, кстати, давайте, наверное, все же занимаемся Грецией. У нас все еще тут есть КБ на Грецию. Я думаю, это хороший момент, чтобы взять и дожать, так сказать, эту страну под наше влияние. Потому что очевидно, что Греция должна присоединиться к Божьей империи. И, слушайте, можно выбрать, кого поставить править этими землями. Ведь это все-таки королевство. Но я считаю, что именно мы, завоевавшие его, должны и остаться правителями этой земли. Потому что короли все правили-правили, но в конце концов все они теряли территорию. Все они проигрывали какие-то войны. И в итоге так никто и не смог сохранить Святую Землю. А мы сможем. Поэтому Орден останется единолично править этими землями. Итак, начинаем устанавливать истинную веру на Святых Землях. И тут есть 15 НП. Зачем эти веры весело. Ну давайте начнем с вот этих, пожалуй, вещей, чтобы дебафы себе полностью убрать. Потом уже и будем брать бафы. И судьба статус-акво, смотрите-ка. Я так можем мы решить... Да, мы можем немножко избавиться от такой необходимости советоваться со всякими еретиками по поводу статус-акво этих территорий. Ну, сейчас посмотрим, что там у нас будет в фокусе. Итак, вот на месте. Авиации у нас, как говорится, нет. Тут недосамолеты некоторые. Уже дай орудие на месте. Выседки готовы. Начинаем. Возвращение Греции. Нашим орденом не знаю, почему возвращение. Но очевидно, что... Греца, если бог создал все, то мы все всегда просто возвращаем. И тут оказывается... Засада, засада. У греков здесь были острова. Они совершают на нас секретные тузовые атаки. Но зато мы... Да, давай полег здесь в флот. И сейчас, я думаю, им просто возьмем Афина, захватим. И, возможно, их капнем очень быстро. Но сам факт того, что они нечто такое сделали, меня немножко, конечно, раздражает. Если, как сказать, если цензурно про это говорить. Но сейчас мы со всем разберемся. Итак, смотрите-ка, судьба Микки. Мы наставили своим смартфавр. Либо... Ага. У нас здесь есть некоторые, кстати, вопросики по Микке. И, в общем-то, у нас вопрос, должен ли мы разрушать город. Либо оставлять его. Как он сейчас есть. Я считаю, что у нас есть только один ответ на вопрос еретиков. И, очевидно, этого ответа нет. Нет, мы не будем оставлять никого в живых. Есть лишь одна, как говорится, истинная вера в нашей стране. Вот здесь, в этом прохождении, конечно же. И мы не будем прощать никакие другие. И смотрите-ка, что происходит. Здесь, подождите, есть... Да, Франция, которая Рейхспакта, есть обычно. И Рейхспакт задушивает просто полностью. Но там-то, ну, смотрите, Россия как будто какой-то комбайк взял. По-моему, он был прям полностью здесь. Странный камбэк. Но, допустим, будем смотреть за событиями. Уман Павру. Наверное, единственный ресурс, который может закончиться. Все, все еще в Германии хорошо. Так что пока что нету никаких поводов для беспокойства. А вот мы капнули Грецию. Рашточек помог. Забираем их флот, забираем их территории. Прелесть. А я тут, кстати говоря, готовил КБ на Иран. Наверное, наша следующая цель, это именно он. Я пока что тренирую свои войска. Плюс, конечно же, подстраиваю новые. Авиацию начинается строить. И будем двигаться на восток сюда, потому что нам не хватает... Это божественная воля. Да, да. Это точно не... Да. Ну, да, божественная воля. Ну что, смотрим, что это за тоско такое. И если там что-то еще будет, конечно, пройдем. Но так, в целом, я бы сказал, компания Мальты закончена. Из-за того, что именно, можно сказать, Мальтийской компанией. Посмотрим, что же будет в последнем фокусе. Но все время мы будем исполнять волю Бога, брать нефть... Ну, точнее, да. Бога, воля, да. Так мы все везде говорим. И наша армия уже начинает отражение. И мы, единственное, получаем здесь дух. Мы не оставляем это соглашение. И, получается, католики в нашей стране, в наших землях, будут всегда иметь преимущество. Теперь это католические земли, католическая империя. И, в общем-то, вот еще один ивентик по статус-кому. Сейчас в Иране тоже будет только истинная католическая вера. Ну что, что-то случилось. Границы очень странные. Честно говоря, почему ивенты не вскакивали на вот это вот, не знаю. Здесь выскочили. Здесь, окей, колонии, допустим. Здесь могли бы выскакивать. Здесь тоже как будто что-то могло бы вскакивать. Хотя, окей. И здесь у нас, допустим, корки. Немножко странное разделение, но так или иначе. Закончили мы уже. Я не вижу никаких, знаете, у нас каких-то еще клаймов на что-то. Либо претензий хоть к чему-то. Мы как бы получили свои территории. Получили свои территории здесь по фану. И тут, если что, с чем-то воевать, то уже чисто, знаете, ради тотальной войны. Но это, мне кажется, скучновато. Так что на этом мы, пожалуй, и закончим. Путь, на самом деле, слишком короткий. Ну, с вами был Дубей. Обязательно подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твичи, скорбусы. Все, ребята, как обычно. До скорых встреч. Всем пока.